И каждый раз на переломах истории монархи, генсеки, президенты стояли перед выбором, заставить людей следовать своей воле или дать волю им. Тех, кто пытался поделиться властью, было немного. Еще меньше тех, кому эта попытка удалась. В Великом Новгороде речь была настолько сильным, что сама выбирала себя князя и заключала с ним договор, который в любой момент мог быть развод. Так речь дважды изгоняла Александра Невского за то, что он вопреки договору посягал на городские вольности. Путь чист, говорили ему следуя ритуалу новгородцев и указывали на городские ворота. Даже татаро-монгольское нашествие не привело к уничтожению вечерной демократии. Только через два века, на закате эпохи злобой Орды, Иван Третий сумел составить новгородцев отказаться от самостоятельности. Москва силой, деньгами и дипломатии объединила разводы в русской земле. На смену древнерусской демократии пришел княжеский деспотизм. И он достался в будущем Ивану четвертому грозу. Получив 16 лет титул царя в Сигеарусе и юный монах, а скорее его прежний круг осознал. Нужны перемены. Так в Кремле появился реформатор Алексей Адашев и его единомышленник. Разумнее не давить подлинных, а договариваться, превращая в союзников, убеждали реформатор Ивану. Царь взрослел и входил во фрукс монашей власти. Делиться ей он ни с кем не хотел. Природа людей такова, писал Иван, что если они государской воли над собой не имеют, то как пьяные шатаются и никакого добра не мыслят. В 1565-й Иван четвертый ввел режим опричнина. Ответом опричнина стала гражданская война, которая получила название Смех. Война всех против всех. За Хрестовым странам. Иван четвертый стал первым из русских царей, кому удалось провести модернизацию, не меняя сути режима. Он попытался с силой утвердить европейские ценности, но не встретил энтузиазма подлинных. За выбранный путь он готов был заплатить любую цену. Окно в Европу, по его убеждению, стоило любых жертв. Россия в Европу в лесах, как и не с мамой. 1762-й. Просвещенный монарх может изменить страну, только опираясь на просвещенный правящий класс, а не подавляя его, заявляла Екатерина II. Это она заменила подпись «раб» в официальных документах на слово «подданный». Однако нового слова было недостаточно, чтобы изменить старый порядок. Пытаясь реформировать страну, императрица так и не рискнула отобрать их право владеть другими людьми. Очередная попытка коренным образом изменить страну связана с внуком Екатерины Александром I. Вступив на престол, Александр собрал близких друзей в негласный комитет и поручил им разработку нового курса. Главным в этом кругу был Михаил Спиранский. С его именем связаны все реформаторские идеи Александра I. При Александре была разработана первая российская конституция, провозглашавшая правовое государство и разделение властей, а также свободу слова, вероисповедания и равенство всех перед законом. Предложите ее обществу. Царь так не рисунет. 1825. Восстание декабристов, с которым началось царствование очередного монарха Николая I, стало точкой отсчета для эпохи политического застоя. Очередной император сделал выбор в пользу неограниченного соподержавия и следовал ему до самой смерти. Абсолютная власть оставалась абсолютной ценностью. Финалом царствования Николая I стало унизительное поражение в Крымской войне и жестокий кривиз. 1855. Такой страны достались Александру II, и он предпринял новую попытку превратить русское самодержавие в европейский политический режим. Он ввел свой присяжных и земское самоуправление, отменил, наконец, крепостное право и прошел в историю как освободитель. К концу жизни Александр резко сбавил темп реформы. Точку в биографии царя освободителя поставили террористы на родовольцы. Позже историки скажут. Александр II погиб не за реформу, а за отречивание от них. В начале 20 века Николай II предпринял еще одну попытку радикальных перемен в стране. Его опоры стали Сергей Виктор и Петр Столобин. В 1906 году Россия приняла конституцию европейского образца. Страна пережила мощный экономический подъем. Впервые в ее истории реформы привели к реальному улучшению жизни граждан. Подъем был стремительным, но не долгим. Его оборвала Первая мировая. Февраль 1917. Острый политический кризис в основной войной заставил Николая II отречься от престола. Через полгода власть в стране взял Владимир Ленин и большевики. Началась гражданская война. Российская империя превратилась в СССР. Новые лидеры пообещали и смучили стране светлое и справедливое будущее, однако насилие стало главным политическим инструментом после революционного режима. Сталин поставил уничтожение людей на поток. Всего за годы репрессий страна потеряла. От 10 до 20 миллионов человек. Так много, что до сих пор никто не знает точной цифры. Несмотря на жестокие репрессии, люди поверили в лозунги большевиков по радости и празднику. Скорую победу коммунизма во всем мире. Эта эпоха вошла в историю страны невиданным трудовым подъемом. Непрогресс, магнитка, покорение Арктики стали символами индустриализации. Люди готовы были идти на любые жертвы ради построения нового общества. Только не сломленные, уважающиеся люди могли победить в Великой Отечественной Второй мировой войне. И победили, заплатив за мир такую цену, которую за победу в войне никто никогда не платил. Они вернулись домой победителями, но репрессии продолжались вплоть до смерти Сталина. Многие тысячи фронтовиков, которые оказались в плену, получили вместо наград сталинские мэрии. С именем Никиты Хрущева связана эпоха, которая вошла в историю как оттепель. Хрущев не был борцом с режимом, но именно он остановил массовое насилие над людьми. Выросший в сталинской системе, он был не в состоянии превратить оттепель в реальное обновление страны. В 1964 году его отстранили от власти, она перешла к Леониду Брежневу. Страна вступила в эпоху застой. Следующий шанс на возвращение в цивилизованный мир страна получила более чем через 20 лет, когда к власти пришел новый партийный лидер Михаил Горбачев. Его усилиями рухнула Берлинская стена. Был поднят железный занавес. С именем Горбачева связана еще одна попытка вернуть страну цивилизованный путь развития. Эта попытка была названа перестройкой. Однако выяснилось, что система не поддается реформированию. Ее нельзя перестроить, можно только сломать. В стране требовался лидер другого типа. Им стал президент России Борис Ельцин, который рискнул опереться на личную власть, а на самостоятельный выбор граждан. Так началась история новой, свободной России.